Моё почтение, дамы господа! Продолжим наше игрища! Сегодня как-то редкостей давно мы не пивали масс-маркета. Но сегодня масс-маркет не отечественный. Получилось. Благо самолеты летать начали. Чуть-чуть. Сегодня у нас масс-маркет американский. Самый что ни на есть. Но такие есть нюансы. Поехали! Кружан сингл баррел. Люблю кружан. Самый честный, пожалуй, штатовский ром. Ну это масс-маркет вершина линейки кружана, если не брать... Всякие там милизимы, хрюму... Вот самую такую ходовую линейку. Сигара, сигара. Ром 101. Адмеда-бута. С диким названием Туфель, но Мерси... Толком не помню. Кому надо, внизу написано. Прочитаю. С таким... С бульдогом в каске. Люблю, Грешин, очень нравится. Че еще, че еще, че еще? Про сигару, про сигару, все. Ром 101, я вас умоляю. Это всегда красиво. С бобиками есть в трех покровах. Они абсолютно одинаковые, покровники отличаются. У меня с красным бантом, Мадуро. Ну, нравится. Люблю, Грешин. Ладушки, ладушки, как говорила тетя Соня, не надо портить кофе с сахаром, виски-колой, любой женитьбой, а ролик слишком вот этим размазыванием длинным. Окей, кружан, сингл баррел. Это смесь ромов с 6 до 12 лет. Все это дело мешается с 6 до 12 лет. И потом на год полученный бленд в бочку из-под бурбона. Бывал я на Санта-Крусе. Это американские Виргинийские острова. Здоровенный завод у кружана. Для Санта-Круса так вообще огромный. Там того Санта-Круса, я вас умоляю. Два плевка и Санта-Крус закончился. И все. Очень чистенько, крутенько. Все. Богатейшая контора в Штатах. Я не знаю, по-моему, в деревенской лавке. В любой. Было бы желание. Кружан какой-то есть. Они помимо всевозможных стандартных ромов творят еще кучи всяких... Господи, дай бог, как они... Ну, типа нашего... У нас продается Малибу, 24 градуса. Такой, как он, кокосовый ром. А там этих фруктов... Линейка, наверное, штук 20. Кокосовый, ананасовый, там, папайя, манго, яблоки. Огромное количество всего выпускает заводик Кружан. Это, как уже сказал, вершина линейки. Но стандартной линейки. Безо всяких мелизимов. Безо всех вот этих вот прелестей. Поехали. Вах. Ну, честный. Честный ромчик. Абсолютно че. Вот нравится Кружан. Вот. И не ворот никогда. Карамель сыпем. А не нужно бутылках, пишут. Крашенок карамелью. В отличие от доброй половины всех остальных, которые ни-ни-ни, ни сантиметра, ни туда, ни сюда. Эти мне тут все красавцы. Никак надо не так. И надо как. Мне тут офисия надо учили. Надо там всякие эти дегустаторы. Надо нюхать от подбородка. Унюхал, значит, хороший напиток. Не, если извините отсюда нюхнуть, так это вообще сказочный. Да я тоже думаю, лучше вот это жалов туда ныркой. Ну, абсолютно честный, милый, вот явно не шедевральный, дубочек, тонкая тростниковая свежесть, в перемешку с горчинкой, ваниль, карамель. Ну, не бином, не утон, тут хоть весь день. Сиди туда втыкай, особо-то ничего не навтыкаешь. Абсолютно честный, легкий, простой, стандартный, милый ромчик. Ну, может быть, что-то, единственное, выделяется, как это ореховость, что ли. Горецкие орехи, нет, скорее, кожура горецких орехов, горчинка какая-то, или дубовая, или ореховая горчинка в носу. Ну, так, без открытия, абсолютно. Офигак, ха-ха. Про кружан. Что еще про кружан? Не знаю, господи, был там того острова, офис такой, из досок сляпанный, там, кружан. Ну, мило, очень миленько. Чем еще меня радует кружан? Все, что он делает, он никогда не зашкаливает своей сладостью. Никогда, вот это, опять же, кто грешат, вот эти масс-маркетные аромы, сыпят столько карамели, столько сахара, что сладость убивает вообще все, что есть. здесь нет абсолютно. Слегка сладковат, слегка. Но основное здесь далеко не сладость, он острый. Именно острый. Перечный. помимо перца, корица, ваниль, опять же, присутствует, и имбирная острота, еще очень хорошо выползает. Во вкусе такой, немного, корица появилась, но вот имбиря нет абсолютно, а во вкусе такие, ой-ой-ой. ром не повтыкать, вот, сильно дегустировать здесь, я вас умоляю, этот ром на попить, честный попить, ромчик кружан, вот, люблю именно за это, нет ничего, стоит по штатовским меркам копейки, вот этот вот сингл баррел, на верхушке линейки, я, именно вот эту бутылку, сейчас, мне привезли, почему я ее выцепил, из коллекции-то, кружанчик, мне привезли, уже в другом оформлении, бутылку, абсолютно такую же, а, еще, забыл сказать, по цвету отличается, честная контора, сингл баррел, они разливают, именно бочку, от шести до двенадцати лет, смешали блендик, залили на году бочку, эту бочку разлили по бутылкам, потому что даже на полке, когда вот брал, по цвету отличается, бутылки реально отличаются по цвету, бочки разные, не мудро струют, там не пишут номера бочек, этого нет, ничего, но по цвету отличается, и вот приехал тоже, уже более современный, по-моему, двух лет, два года бутылки той, этой бутылке лет семь, она у меня стояла, это и два года, тот же абсолютно ром, тоже сингл баррел, та же выдержка, от шести до двенадцати, потом год женится еще в бочке, но цвет уже разный, честная контора, вот америкосы чем радуются, ну и простые, вот как есть, так и пилят, явно не обманули с выдержкой, уже дубовый вкус, прям таки дубовая доска, очень хорошо присутствует, и таки да, таки да, грецкие орехи, как по мне, очень украшают, кстати, вот именно, легкий ореховый привкус, так я вроде и попить ромчик, но, таки есть нюансы, вот орешком, бишенька на торте, под сигару, вот просто замечательно, за счет своей, хорошей, достаточно сухости, легкой сладости, остроты, вот с сигарой, в Мадуро по крови, ну просто великолепно, она, все-таки Мадуро, он какую-то сладость привносит, и с сухостью рома, прекрасно, прекрасно, это не шедевр, повторяюсь, не шедевр, но честно попить, просто хорошего рома, просто попить, без зауми, без ныряния, во вкус и ароматику, выскребание там из подсознания, ой, здесь вот там, божья коровка давленная, тут мокрый асфальт, где-то на языке появился, не-не-не-не, окружен красавцы, честный, благородный, роб, ну-с, на этом, пожалуй, и все, что про него еще рассказывать, все, что было, все, как и на духу, лайки, перепосты, таки приветствуются, в телеграм, welcome, и подписывайтесь на мой, YouTube канал, до новых! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.